Ребята, всем привет! С вами новинки, часть вторая. Мы вам обещали вместе со специалистом протестировать вот эту штукенцию. Это получается крем-стайлинг для волос с артикулом 2660, 50 мл. Что нам обещают? Склеенные волосы отменяются. Легкий-легкий крем-стайлинг дает фиксацию, остается незаметным на волосах, не пачкая и не склеивая их. Как раз то, что нужно для укладки. Ну что ж, Антон Евгеньевич решил побыть в роли модели. Но так как он недавно подстригся, волос мало. Волосы у него очень упругие. Прямо очень упругие волосы. Густые, непослушные. Ни разу он никаких укладок не делал. Сейчас увидим, увидим, что у нас. То есть берем крем на руки и распределяем его по ладошкам. То есть вот так вот до тепленького состояния, то есть в ручке. Поначалу можно просто тихонечко по волосам поводить, чтобы прибить весь пушок. То есть крем как раз создан для того, чтобы весь этот пух у нас прибирать. А потом уже стараться делать так, как нам нужно, какое направление мы хотим задать волосам. То есть мы хотим сделать, например, легкий такой, сьерошенный эффект на челке в зоне улба. И стараемся так вот просто пальчиком тихонечко распределять. Вот видно, что он, в принципе, правда волосы не склеивает. То есть вот у нас нет как от геля никакого эффекта. Но в то же время вот направление волос уже меняется. То есть вот слегка раз-раз и он вот все-таки идет у нас наверх. Просто вводим без всего, без всякого целенаправленного какого-то действия. Наверное, надо на Антоху больше. Нет, здесь больше не нужно. Здесь потому что он не поставит так, как, например, гель. То есть он не будет его именно фиксировать и жестко так ставить. А у него немножко все-таки текстура другая, более легкая, чтобы именно, так скажем, задать просто направление и успокоить пушистый волос. Возможно, на кудрявых волосах, кстати, крем поведет себя очень хорошо. Вот у кого там волосы так электризуются или еще как-нибудь. Да, кстати, мне об этом писали в комментариях. Вот, поэтому это как бы средство даже нисколько именно для мужского стайлинга. То есть можно смело использовать его и девочкам, например, при каких-то прическах. Вот именно для убрать этот пушок. Вот это вот дело. То есть вот у нас даже такой объемочек получился. Ну, просто вот так вот. То есть на сухие волосы, то есть это не гель. Если гель, то его, да, можно на влажные, можно на какие-то там уже прически стилизованные. А это дело все-таки немножко с другим функционалом. Ну, он, правда, не склеил этот. Вот мы видим, что нету нигде каких-то прям конкретных склеек. Но такой прям объемчик придается за счет этого. Ну, у Антохи вообще непослушные волосы. У нас прошлый парикмахер его тоже укладывала на фотосессию. Она очень долго с ним мучилась. Она сказала, я мучаюсь с ним дольше, чем с вами, говорит, девочки. Потому что они у него так годами лежат. С мужчинами надо уметь работать. Тут ничего не скажешь. У мужчин все по-другому, в принципе. Ну, вот такую легкую-легкую состоянию объем. У него еще седина временами. Да, и получается... Получается-то то, что седина, она же тоже очень непослушная. То есть вот слегка мы, получается, добавили объема. И видно, что волос такой стал более послушный, спокойный. Но в то же время вот с этим вот легким эффектом объемчика. То есть просто руками мы его создали. Такой прям легкий-легкий. Антон, повернись. Да. Ой, голубоглазый. Вика мои серые глаза взяла. Я все расстраиваюсь. Но из клеек тоже нет. Ну, в общем, понятна его функция. Да, то есть он больше... Облегченный гель. Да, больше все-таки он. Не как средство для суперукладок, для фиксации, нет. Это средство больше именно для того, чтобы успокоить волос, чтобы сделать его более послушным. И уложить туда, чтобы он смотрел туда, куда нужно. И сделать направление, направление, скажем так. Вот и все. Вам покажу такой вот платочек. Он малюсенький, аккуратненький. Не тянется. Очень крепкий. И ткань такая, думаю, слышите, да, чтобы шабаршить так немножечко. Артикул 60.06.61. 90 на 90. 100% полиэстер. Ну, она такая маленькая. Я думаю, если вот так вот надевать, да, заворачивать, то тут, конечно, ну, маловато, да. То есть как шарфик она подойдет, но на такой вот уютненький, хорошенький шарфик, в принципе, будет очень даже хорошо смотреться, да. Вот. Также в пояс у джинс будет хорошо смотреться. Также кто-то любит их там в головы вплетать, да, всякую ерунду делать. Поэтому, я думаю, такой шарфик, он очень даже пригодится в каждой семье. Если, тем более, семья большая, вот у меня Катюшка, бабушка, я, я такие шарфы постоянно оставляю. И, знаете, как-то нет такого, что шарфики, они могут быть лишними. Да, то есть такие вот. Ну, слышите, да, звук? И специально вам прошу баршур. Колька есть. Ну, на самом деле такой, да. Большой шарфик. Прошу прощения за то, что без макияжа. Вчера весь день на фотосессии в макияже была. Да и вообще, какой макияж, если лето, да. Так, ну, в смысле, коллекция лето. Итак, смотрите, значит, на мне артикул 600-675. Козерек соломенный. Ну, он реально такой соломенный. Размер 55 плюс 3, плюс-минус 3 сантиметра. Ну, что скажу. Давайте я покручусь, поверчусь. Да, то есть я в домашней одежде фаберлик. Вот. Вот, не знаю даже. Значит, тут все на кепочку. Да, то есть, ну, если что под напекание головы, то он, ну, никак не поможет. Если, чтобы солнце в глаза не светило, то, в принципе, отличный вариант. Тут вот идут две таких вот. Да, то есть вы можете покороче, подлиннее сделать. Очень крепкие такие вот. Прямо их не разорвать. Вот так просто нужно постепенно отрывать, да. И самое узкое. Вот это вот и идет застежечка плюс-минус 3. Ну, и в точь-точь такая же соломенная штука. Только цвет бежевый. Артикул 600-674. Тоже 52 сантиметров. Плюс-минус 3 сантиметра. Ну, вот, не знаю даже, ребят. Дайте совет. Не знаю. Я все время думаю, зачем оно мне надо. Как-то вот думала, они будут, ну, не такие вот прям длинные, а не прям, ух, такие, да. Повыше не получится. Только на лбу носить. А если носить на лбу, то, в принципе, даже не знаю. В общем, не знаю, для чего оно. Мне как-то вот неудобно. Может, для тех, кто спортом на улице с утра занимается. Или что. Так и не поняла. Вот. Я люблю панамки. Ну, что, примеряем шляпу. Тут вставлена какая-то штучка, которую вы как захотите, так и поставите. Это, кстати, очень мудрое решение. Вот. Если я ее надеваю на распущенные волосы, то, в принципе, неплохо. Нормально так. Волосы рассыпчатые, непослушные. Потому что после хвостика и моюсь я сейчас шампунем Биомика, как вы помните, да. То есть, ну, вот эта шляпа мне понравилась. Но она не плотно сидит. Я ее надеваю, она обратно у меня слетает. Если я, допустим, наверх посмотрю, то все, она обратно слетает. Ну, вот это место просто, да. Вы его можете сделать каким угодно. Это безумно классно. И она идет двусторонне. Обратите внимание на это. Значит, артикул 600, 673. То есть, 60, 06, 73. Вот. Дальше, значит, цвет черный с бежевым. Размер 56, 57. Она идет в 100% хлопок. То есть, когда мы ее снимаем, да, у нас с вами получается, мы ее можем вывернуть на другую сторону и уже носить черную. И бежевая у нас с вами будет внутри. Так, вот тут вот шовчик. Поэтому, я так понимаю, его назад. Вот. Но она, конечно, немножечко мятенькая из-за того, что она долго лежала у нас тут дома в пакете, долго к нам ехала. Но штука удобная. Что не хватает? Вот отдых вообще. Отдых, жара, море, солнце, пляж. Это бриз, это ветер. Иногда он бывает сильный, потому что это море-океан. Да, смотря куда вы едете. Если на речке еще как-то более-менее, то море-океан всегда, в принципе, подразумевает ветерок. И вот не хватает, вот знаете, вот такой штучки, которую можно завязать. Вот я всегда с такими штучками просто беру. И даже вот последний раз, когда я покупала панамку, которую я потеряла, да, вот под вид такой, то я просила мне какую-нибудь штучку приклеить. У меня прям на клей приклеивали. И я ее надевала. Потому что там, куда мы ходили, на дельфинотерапию с ребенком, да, Краснодарский край, поселок Джубга, там у нас Черное море. Вот, и у меня все время на мосту сывало шляпу. Мне все время приходилось держать, вот так вот ходить. А потом я просто уже купила новую. После того, как это унесло в речку, в речку унесло, я уже с завязками приобрела. Поэтому, как бы, хотелось бы тут какую-то резиночку или еще что-то. Я понимаю, что это не всем нравится, но резиночку проще убрать, чем ее найти, вот, да, под цвет. Шляпы нравятся. Сейчас еще посмотрю другой размер шляпы. Так, значит, та у нас шляпа была побольше, эта поменьше, 55-56 сантиметров, артикул 600-672. Давайте еще посмотрим ее, да, то есть это на более такой, ну, прям чувствуется, да, что на более такую маленькую головочку. Да, также она идет двухсторонняя. Я примерю только на бишь, сейчас посмотрим. Так, где у нас шов отсвечивает так сильно от ледштатива, что я слепну. А вот эта на меня не налазит на голову. Если и налазит, то очень туго и не до конца. Видите, тут остается. Если та хорошо налезла, то эта на более маленькую головку уже идет, на более аккуратную. Ну, также, видите, формируется. Все, что угодно можно с ней сделать. Вот это, ребят, прям зачет. Да, я, скорее всего, ту шляпу себе все-таки оставлю в ней ходить, а вот эта на меня не налазит. Посмотрю, спрошу у Катюшки, оставит она себе, не оставит. Но, в принципе, да, это с меня сразу сваливается. Ребят, вот еще одна такая классика. Мне понравилась, вообще понравилась. Можно носить, как хочется, именно как нравится вам. Значит, где тут артикул пришел в таком огромном-огромном пакете. Итак, значит, это у нас шляпа асимметричная. Артикул 677, размер 57, идеально, вот на мою голову идеально. Значит, 100% бумажная соломка, состав, отделка, полиэстер, вот это вот, да, краешек тут вот. Это у нас полиэстер идет. Итак, значит, ну, все, в принципе, все, в принципе, тут больше ничего, да, не указано. Смотрите, резиночка вот эта вот снимается, если вам хочется. Так-то, по идее, ее можно вот таким образом отстегивать и застегивать, пристегивать. И тогда, вроде бы, шляпа становится менее такая сидящая, плотная, да. То есть, резиночку вы уже сзади не сделаете, то есть, только таким образом волосики носить. И можно ее также назад пристегивать, но она тянется. И мне кажется, что она немножко подтягивает, из-за нее нет. Или не плотнее, или плотнее, даже не могу сказать. Ну, в общем, это моя классика. Я такие шляпы люблю. Я люблю, когда мне ничего не светит, и я вот так вот хожу под солнцем, да, видите, прямо идеально, да. Я хожу и прям... В общем, нравится, шляпа прям моя. Я вот только сейчас вот обратила внимание, ребят, да, Вика, там мусор выкидывает обертку, что тут длиннее, а сзади покороче. Это во-первых. И во-вторых, тут вот есть утяжечка. Если она вам велика, мала, то тут можно утянуть немножко, и все будет хорошо, будет удобно, видите, да, вот, чтобы она с головы не спадывала. Ну, и хочется вам показать ее вообще поближе. Ой, кончились конфеты. А мусора-то сколько от конфет. Ой-вой-вой. Вот в такой упаковочке пришел козырек соломенный, артикул 6006-68, размер 54 плюс-минус 2 сантиметра. Ух ты ж как, надеюсь, я тут разберусь. Ну, это детский такой козыречек. Вот. Мне кажется, вот в бассейне самое то будет купаться удобно. Ну, мне понятно, что он маловат. Вот. Вот. Не пойму, зачем тут петелька, ребят. Не поняла таки. Да, зачем петелька? Сейчас Викуську позову, будем мерить. Вика, погружись, маме! Не в настроении, девочка. Ну, а чего такое? Вика, посмотри на маму. Ты такая красивая. Посмотри на маму. Ну, вот видите, ребят, она нам слегка маловато, мне кажется. Ну, вот такая вот, ребят, кепочка. Вика, посмотри на меня. Да, нравится? Да. Да? Давай, давай, давай. Еще, Вика, покружись. Сейчас нам умница и красавица оденет шапочку. О, Яля. Вот такую классную шапочку она нам оденет. А чего уши-то заткнуло, Вик? Да, ребят, ну, клевая шапка. Нормальная такая. Посмотри на маму. 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 А сейчас нам Вика вот такую шапку оденет. Яля, ты посмотри в зеркало. Вика, посмотри в зеркало. Я-я-я. Красотка, да? Да. Вика, у нас сегодня не в настроении. После вчерашних шариков мы ходили на шарики. И Вика немножко не в настроении у нас. Перевозбудилась вчера. Да? Вика, нравится шапка? Да. Кепка, вернее. Вика, посмотри в зеркало. Кепка. Ой, красиво, да? Папа-то у нас. Вика, скажи привет. Привет. Я. Я. В красивой. Кв. Шапке. Капке. Кепке. Так-то кепка, но мы уж хотя бы шапку пока учим. Да, Вика? Иди к маме. Да, вот, представляете. Пообещала шоколадку, если она хорошо померяет. Все. Вика, покажи, какую шоколадку ты хочешь. Покажи. Вот такая у нас еще осталась. Я заказывала. По распродаже не были, по-моему, или не по распродаже. Ну, это, в принципе, без разницы. Алиска спит у нас. Итак, значит, одна у нас с вами кепочка идет розовая. Да, тут такие вот стразики. В принципе, тут регулируется все. Тут, смотрите, различия у них есть. Значит, если тут вот так, то вот на этой кепочке защелочки. Да, а тут вот липкая такая вот штучка. Все тут ничего так здорово. И, смотрите, 54 плюс-минус 2 сантиметра. Артикул 60, 06, 66. Да, вот такие вот. Вот такая вот шапочка. Вот. А вторая кепочка, она идет... Вот, знаете, если тут ткань, то тут, мне кажется, удобно будет ребенку, мало ли что-то он схватит, чтобы ее поправить, протереть. Вот это вот, да, ничего такая. Вот. Тут тоже все тканевое, тоже все симпатичное. Маму угостишь? Спасибо. А папу? Вот. И, значит, у нее получается тоже 54 сантиметра, плюс-минус 2. И, значит, артикул 600, 667. Вот такая вот красота. Так, ребят, еще вот такие вот новиночки. Да, Катюшка, не обращайте внимания, мы немножечко лохматые, потому что мы после фотосессии. У нас небольшой бардачок, но нам интересно выложить видео, как можно быстрее. Значит, это у нас идут, получается, полуботинки женские. Да, такие вот полуботинки женские. Размер 37. Артикул 885, 692. Просто два. Состав искусственная кожа. Все. Стелька, искусственная кожа, подошва, тунит. Вот, пишите свое мнение. Мне кажется, они классные. Катюш, стань боком. Да, вот так вот. Да, мне кажется, они очень даже ничего. Такие хорошенькие. Катюш, как они тебе? Ну, мне они очень понравились. Черные. Черные, да? А бежевые? Бежевые, я думаю, что это не для меня. Я бы оставила себе черные. Ну, они тебе реально понравились? Да, они очень хорошенькие. Удобные? Да, и знаешь, сверху мне нравится такое ощущение, как будто у тебя вот эта часть меньше, чем подошва. Ага. Ну, это сейчас мода такая. Ага. Непонятная, да? То есть на белых, на таких лучше даже видно. Вот. В принципе, как они сидят? Пружинят? Что с ними? Удобнее? Они не пружинят. Тяжелые, не тяжелые? Ну, я бы сказала, что они чуть более тяжелые, чем средние кроссовки от Фаберлик. Это, наверное, из-за того, что подошва очень массивная, как вы можете заметить. Ну, да, протектор тут мощный, прям такой бы на зиму. Да. Но она не пружинит, то есть стилька внутри твердая. Угу. Ну, на светлых даже лучше видно. И вот я не пойму, что тут за свет на светлых. Но мы попробовали одно пятнышко затереть. Оно легко убирается обычными влажными салфетками. Поэтому пусть это вас не смущает. Но что-то вот, как видите, какие-то тут чертежи. Что-то такое вот. Протектор вообще огонь просто. Вот. Такая красота. Значит, вежевые у нас идут с артикулом 885. 699. Тоже размер 37. Состав идентичный к предыдущему. Ну что ж, Катюшка, спасибо большое. Да, видите, сегодня макияж делал визажист и прическу делал визажист. Конечно, мы 4 часа после Беллс-клуба. Беллс-клуб это у нас два сухих бассейна. Один синий, другой белый. Это они все узнают дальше. Не спойли. Да, скоро выложим ролик на YouTube, куда мы ходили. Вы посмотрите. Ну, в общем-то, шикарно, на мой взгляд. Да? Катя, будешь носить? Да. А не будет ногу натирать, нигде ничего не давит? Ну, это, наверное, я уже позже скажу, сейчас. Ну, да, у нас есть карандаш от натирания, если что. Поэтому, если ты вдруг где-то что-то почувствуешь заранее, помажешь этим карандашиком, то у тебя никаких проблем не будет. Все пройдет. Да. А когда уже сильно натрешь, он уже не особо поможет, если бот волдырь. Поэтому, да, обувь новая, она такая. Так, примеряю точно такие же, которые Катюшка оставила себе. Из-за того, что у меня длинный подъем, мне тут очень сильно давит. Вообще нога никак не влазит. Боль вообще жуткая. То есть, я не уверена, что они разносятся. Они, если вы где-то подкатитесь, еще что-то, но это вообще нереально. Протектор круче зимнего. И вот такие они. Прям скрипыши. Вот. Такие они вот прям объемные смотрятся. Я не могу. Вот. В общем, мне они давят. Я заказала себе бежевые и черные, но мне они давят. Значит, у 38 размера артикул 885-691. Вот так вот. Но так-то они хорошенькие. Никаких нареканий вообще нет. Они, ребят, крутые. Но у кого подъем большой ноги, как у меня, то мне без суть. Хотя палец у меня, видите, вот тут все на месте. Но вот в этом месте больно. То есть, не хватает ширины, получается, колодки под ширину ноги. То есть, одеть одела, войти вошла, но больно. Поэтому точно такие же бежевые и черные свои я отправляю на возврат. Если Катюшка свои оставила, то я не могу в них ходить. Ребят, это не новинка. Но я хотела заказать себе вот такие вот туфли очень давно, потому что они клевые, классные. Я заказала двое туфлей, золотистый и серебристый. В серебристой упаковке мне пришли золотистые. И в золотистой упаковке мне тоже пришли золотистые. В общем, одни золотистые под названием серебряный я оставляю. Я так понимаю, артикулы тут попутаны. 885-197 это, наверное, золотой артикул. Серебряный, скорее всего, артикул. Но серебряный я тоже хочу, поэтому я буду заказывать. Потому что туфельки реально классные. Мне их давно хотелось. Но из-за такого количества новинок. Да и сами вы подчасто меня ругаете за то, что у меня большие покупки. Вот. Я все равно их заказала, потому что хочется. И на фотосессию, и всякое разное. Прямо колодка моя очень удобная, очень хорошая. Каблук невысокий, средней длины. В общем-то, все идеально. Мне понравилось. Так, это новинка моего канала. Значит, туфли женские, цвет бежевый, черный. Артикул 885-679, размер 38. Вверх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа. Ребят, нормальные, удобные, хорошие. Вообще никаких нареканий к продукту нет. Абсолютно никаких. Ходить, ни одно удовольствие. Если у золотистых каблучок такой не цокающий, приятный, то тут цокает он очень сильно. Поэтому думайте, да, брать, не брать. Я вот не люблю очень цокающие каблуки. Прям терпеть ненавижу. Я люблю, чтобы все тихонечко было. Вот, застежечка нормальная. Да, то есть я прям легко одеваю, снимаю. То есть ничего даже не расстегивала. В принципе, ничего не давит. Очень даже такая легкая моделька. Не совсем пойму, что это на всей линеечке за такие вот шовчики, как вы видите. Вот, но один я тут вот постирала. Он легко вообще смывается. Следа не остается. То есть обычной водой ничего не надо тереть. У меня все смылось вроде бы нормально, хорошо ничего не проявилось. Вот, в общем-то смотрите сами. Да, то есть таким вот образом они прошиты. Мне кажется, что ногу чересчур они удлиняют. И не так в них аккуратно. Но прям они мне впритык-впритык. Да, то есть вот в этих местах у меня часто бывает, что давит. Тут мне ничего не давит. Но у меня, видите, в связи с возрастом, тут немножечко растут косточки. Да, вот в этих вот местах. И бывает больновато. Нет, тут все хорошо. Это, наверное, на широкую колодку. Да, то есть такие они. Ну ничего, хорошенькие, конечно, да. Сейчас у меня туфли женские. Артикул 885-686. Размер 38. Также 30 дней гарантии, как и у всего. Его вверх точно такой же, как предыдущие. Только, знаете, что тут нет каблучка. И они уже такие не цокающие, более глухие. Носок, как вы видите, удлиненный. Если у меня палец, вот он заканчивается, большой палец, то вот это все удлинение. Тут какие-то пуговки. Да, то есть это все так вот двигается свободно. Резиночка не тугая. Все великолепно. Вот мне вот тут вот чуть-чуть впивается. Но, в принципе, это так у всех туфлей есть. Да, вот это вот место. Как раз вот тут вот косточка. И что-то вот с этой, на этой ноге, если все хорошо, то вот на этой я чувствую, что, да, не моя моделька. Ну, ребят, удобные. Мне кажется, они очень легко износятся, заносятся. Снимаются тоже великолепно. Да, то есть, ну, такие они, да, никаких нареканий нету. Протектор тут абсолютно гладкий, каблучок. И, кстати, у прошлых еще дополнительные напойки были в комплекте, которые на каблучке. Ну, тоже такой неплохой вариант, симпатичные. Летом бегать самое оно, белое с черным, в принципе, подойдет под все, что вы хотите. И под цветное, и под белое, и под черное. В общем, я думаю, очень даже удобно и практично. Ну, все, остались только вот такие носочки. В такой упаковке они приходят. Мне кажется, классно будет и на подарок, если что-то, да, такое цельное дарить, заоднакием так, хоп, подсунуть. Одни такие вот идут, они меланжевые. Так, сейчас увеличу, не сильно видно, да, на дальнюю камерку. Вот такие вот меланжевые идут. Они уже идут как лав, как лав. Вот, то есть, ну, может быть, чуть-чуть пониже будут, да, но они очень хорошо растягиваются. Точно так же на ногу оденутся великолепно. Если их сильно натянуть, как вы видите, будут слегка просвечивать. То есть, они такие легонькие, хорошенькие, с средней плотности, ближе даже, наверное, к скромной плотности, да. То есть, тут они, если ровненькие над ней идут, как вы видите, то тут вот вязочка такая покрупнее у них. Значит, взяла две упаковки, потому что маме тоже нужны носки, у мамы нету. Вот, хотела взять четыре упаковки, но так как Катя у меня забрала все абсолютно невидимки и все носки-знаки Зодиака, то я уже заказала вот две упаковки. А третью я забыла заказать, ребята. Очень жаль, что забыла заказать. Я их хотела своей мамуле в Мурыдина отправить и что-то вот стормозила. Поэтому я их отправлю эти, а себе еще вторые закажу, но снимать уже не буду. Просто не буду. Хорошенькие носочки, аккуратненькие. Самое то, вот прямо самое то. Поносил, поносил, там месяца два-три выкинул и не жалко. То есть, ну, такие хорошенькие. Даже за три месяца, мне кажется, они не износятся, потому что под качеством, мне они нравятся качеством. Значит, носки идут 8205-58. Артикул, 70 хлопок, 28 полиэстер, 2 эластан. Думаю, сниму еще носочки. Смотрите, мне какой тут неработень помогает. Лиз, сейчас цапнет, наверное. Она наблюдает одним глазом, погладит, не погладит. Милая кошка. Вся уработалась сегодня, да? У мамы куча была обзоров. И кошка устала. Так, ребят, смотрите, еще пришла кучка носочков. Очень такие мне интересные, поэтому захотелось вам показать поближе. Но интересные только одни, остальные, как обычно, просто обычная классика. Значит, это идет размер 43-44. Артикул, вот я не могу найти артикул. Модель СО-194. А вот артикул 820-557. Состав 70 хлопок, 28 полиэстер, 2 эластан. И вот одни, они такие вот интересные. Я их попрошу Антону, потому что еще пришли пару футболочек, которые впервые будут на моем YouTube-канале белые. Поэтому он с этими носочками их примерят. Значит, тут у нас с вами идет такая вот прорезиненная, чтобы с пяточки не спадывала. А тут тоже идет утяжечка, чтобы было удобнее. Но если вы в них будете долго что-то делать, они все равно спадут. Вот мы, допустим, в Беллс Клуб ходили купаться в шариках. Мы решили, что туда мы их надевать не будем, потому что это, ну, через чер, мне кажется, опасно. Они спадут. Так, тут ниточки, ну да, ну тут просто отрезать. В принципе, брака нет, ничего не распустится, но дергать нельзя. Да, то есть так-то, в принципе, вот они такие вот трехцветные, интересные. Мне понравилась идея, ребят. И вот такие есть еще, и вот такие. Далее, ребят, поедем с вами носки для девочек с овечками смотреть. Значит, у меня в руках 20-22, артикул 53-929. Вот такой они идут упаковочки. Вики идеально подходят. Носочек тут маленький получается. Овечки тут сшитые получается, да, таким вот образом, как вы видите. Поэтому все здорово. В общем-то, я думала, вы знаете, я не посмотрела. Тут, оказывается, по три пары. Представляете, это я все заказала. В общем, на лето ребенок с носочками одет. Жалко, что нету белых в наличии. Я бы с удовольствием взяла такие белые, потому что белых очень сильно не хватает. Вот так. Значит, такие же вот зеленые, ребят, очень красивый цвет. Я такие спокойные цвета люблю, поэтому я даже не подумаю вернуть. Это получается 4х4, 16 носков на лето. Это нормальная партия. Можно и 30, и 40 купить. И еще сколько в садике они теряют, ого-го. Так, значит, носки фисташковые я взяла 18-20. Вот такие вот, но они очень, ой, они очень-очень прямо хорошо растягиваются. Да, то есть и наискосок, и всякое. Да, то есть тянутся великолепно. Моя рука туда вообще легко влазит. Видите, они прям очень-очень хорошо растягиваются. Поэтому нам они точно не малы. Так, смотрите. Значит, 18-22 с овечками. Артикул 53-931 розовые, точь-точь такие же. И вот такие вот красивые морковные, что ли, бежевые. Как они называются так, ребят? Давайте читать. Персиковые, простите. Ну вот, честно, не похож, конечно, особо на персиковые. Да, то есть тоже три парочки такие вот прям. Очень хорошо растягиваются, прямо очень. Они не упругие, они тянутся великолепно. В общем, все это богатство отправляю в Викуся. И такие вот носочки женские. Значит, я взяла, получается, для себя, для Кати, нам как раз самое то. Артикул 36-38. Скоро начнется кроссовочно-ботиночный период. Как мы смеемся, да? Сейчас сапожно-ботильонный. Значит, 36-38, 820, 546. 70 хлопок, 28 полиэстер, 2 эластан. Тоже отличные, очень хорошо растягиваются, посмотрите, да? То есть ничем не хуже, чем детские, да? Обычно детские вещи всегда лучше шьют, чем... В общем, в компании Фаберлик детские вещи всегда раньше были качественнее, нежели вещи, которые выпускались для женщин. Именно, кстати, и для мужчин. Сейчас я вам его покажу. Он тут ходит в новой футболке, смотрит, да? Вот. И вот вы представляете, и тут вот я как-то вот последнюю коллекцию бурматиков начала примерять. И она очень качественная, очень хорошая. И носки тоже вот прям клевые, мне понравились. Прям вообще никаких нареканий нету к продукту. Они протрутся недолго. Значит, это уже не буду распаковывать, потому что идентичный предыдущему цвет, через пакет хорошо передается. Тоже 36, 38, 800, 20, 550. А это персиковый, да, получается. Но это такой, знаете, ребят, надо распечатать. Тут неровный оттенок. Тут идет персиковый меланж, может быть. Давайте я вам увеличу, чтобы вы увидели, да? То есть немножечко что-то тут меланжевого, какая-то примесь есть, да? Видите, угу, то есть они такие вот. Ну, хороши носочки, носочки всегда нужны, всегда важны. Угу, так, 820, 548. Все носки трехцветные, да, то есть не трехцветные, а с тремя рисунками. То есть все цвета и женские, и детские. Значит, первый ряд кучка овечек, второй ряд одинокая такая вот овечечка, тоже очень симпатичный рисуночек. Она закрыла глазки, улыбается и танцует. Или позу какую-то йоги, да? Да, то есть вот пара одинаковая, идентичная, да, получается. Но все три пары с разными рисунками. И последние, они просто вот такие вот простенькие. Я думаю, это тоже здорово, это надо знать. Далее поедем с вами. И это последний кошелек. Он мне очень понравился в каталоге, но я почему-то не глянула на его размеры, ребят. А он, как вы видите, да, вот моя рука и вот кошелек. Он большой. Он мою сумку ни в одну не поместится. Маме я уже кошелек подарила. Вот. Моя мама, она такие большие, не любит. Она любит носить кошельки, получается, в пальто, да. И вот если взять этот у меня стол, а он такой немаленький, я бы сказала, да, это стол у меня для чаепития на колесиках, то... Так, тут еще одна пуговая, да, то есть так, давайте смотреть. Значит, ну я его оставлю, ребят. Вот хочется мне его оставить, хотя я вот... Может быть, я и захламляюсь, но это, наверное, единственная вещь, которую я захотела оставить, только из-за того, что он на застежке, он бежевый и, может быть, он может подойти к любому платью. Но из-за того, что он такой тугой, вы знаете, сюда мало что войдет. Допустим, санитайзер уже не войдет. У нас нет таких фаберлик, плоских санитайзеров. Так, это колечки для того, чтобы пристегивать, да, получается, чтобы вы не потерялись. Вот, тут колечка нету. Можно ли пристегнуть таким образом? Я думаю, что да. Давайте... А, ну да, хорошо пристегивается. Есть еще такая пристежечка, которую вы можете носить просто в руке, да. То есть, ну, что тут? Деньги войдет. Телефон, ну, смотря какой, войдет. Что вот сюда, даже не знаю, наверное, помада. Зеркальце, думаю, что не войдет. Вот, в общем-то, да, то есть, это такой хороший, функциональный портамонет. Под кучу визиток, еще чего-то. Под фотографию, как вы видите, тут ничего нету. Но он мне понравился. Он такой контрастный, да, получается. Бежевый с черной такой окаймовочкой. И бежевый цвет очень приятный. Очень приятный. И тут есть выбор, как так или так. Можно отстегнуть, пристегнуть. Значит, тут защиточка, да, как вы видите, стоит. Меня часто спрашивают, почему неаккуратно. Вот почему неаккуратно. Потому что тут защиточка есть на некоторых местах. В общем-то, отличный. Давайте посмотрим на него нотацию. Значит, это у нас кошелек бежевый. 20 на 10 на 3, артикул 600, 671. Ну, нравятся мне такие аккуратненькие. Но в связи с нашими последними событиями мне бы хотелось такую сумочку, в которую не только входит денежка, да, и паспорт там, и все такое прочее. Хотя паспорт туда тоже, наверное, некуда будет. Вот. Но хотелось бы еще, если уж такая сумочку с собой носишь, чтобы входил санитайзер. Вот. Ну, можно, конечно, найти какую-нибудь бутылочку плоскую и туда переливать. В общем, ну, проблемы все решаем. Да? Ну, сумка реально классная. Она ко всему подойдет, ребят. И я довольна. Это не новинка. Это не новинка, но это боксеры классические XL. Так как свекра сейчас живет с нами, я ему заказала, потому что у него с нижним бельем проблемы были. Маловато белья. 95 нейлон. 5% эластан. Кстати, у меня муж пока не ушел. Антон, как тебе по комфорту вот эти вот боксеры, которые ты, в принципе, носишь уже несколько лет. Вот сколько ты их лет относил? Я даже... Ну, уже года два такие. Года два, да, такие носишь. Ну, вот у него только не зеленые. Я папе заказала зеленые, потому что у Антона зеленых нет, чтобы они не перепутали. Потому что, ребят, реально бывают такие у нас казусы. То носки я перепутаю мужские, то еще что-нибудь. Ну, вот именно мужчин мы почему-то... Да, то есть, Антон, а как они тебе не натирают ничего, да? Нормально все. Нормально все, да? Ну, в общем, ребят, отзыв моего мужа отличный. Носит давно. Заказала вот я XL. Посмотрим. Вроде бы все шовчики, все отличное, все замечательное. Внутри тут тоже вот идет уплотнение там, где оно нужно, да? Поэтому я считаю, что все великолепно. Шовчик тут тоже очень даже мягкий. Такой ничего натирать вот не будет. Тянется тоже хорошо. И действительно, они, ребят, нескончаемые. Они несносные. Даже если вот мне, допустим, нижнее белье флоранш надоедает, то оно хотя бы изнашиваться успевает. А эти, с ними вообще ничего не случается. Вот. Так, вот, ребят, эта футболочка впервые у меня на канале. Артикул 529-133. Размер 56-58. Цвет белый. Карман Антон настоящий там? Да. Карман настоящий. Фу-файка с коротким рукавом. В принципе, все вроде бы нравится. Да, тут какой-то вот шовчик идет над грудью. А сзади, Антон, этого шовчика нету, да? Нету. Нету, да? Сзади все ровненько. Длина тоже нормальная. В принципе, все-то меня устраивает. Все хорошо. Ну что, будешь носить? Ну да. Ну а что я спрашиваю? Отличная футболка. Никаких вообще там замечаний ни к чему нету. Хорошо шьется. Хорошо сшито. Там и антирастяжечка есть на шее. И все там есть. В общем-то, все. Найси с удовольствием. Вот, ребят, смотрите. Вот сейчас на папе получается 54 размер. 100% хлопок. Темно-синяя трикотажная фу-файка с коротким рукавом для мужчины. Заказала. Она у меня лежала полдня. Я про нее вообще забыла. Хотела уже ролик закончить. И вы представляете, вот такое чудо нашла. Тоже впервые на канале в синем цвете. Точно-точно такая же, как белая. Только на размер меньше. Да, потому что папа у нас 52-54 размер. Да, осенью, наверное, 52. К весне 54. К осени 52. К весне 54. Ну, я думаю, это нормально, да. С кармашком. Да. Кстати, удобно, да. Мало ли что-то положить. Лучше с кармашком. И кармашек в цвет. Его и не видно. Он в глаза вообще не кидается. Если ничего не надо туда складывать, он вообще не помешается. Ну, все, носи с удовольствием. Не маркая, отличная. Кожа дышит. Она не толстая, не тонкая. То есть, средней плотности идет. В общем, удобно и великолепно. Ну, ребята, и последнее, что хочется показать. Мы перезаказали брюки из джинсовой ткани для мужчины. На 40-42 размер. Артикул 529-157. Цвет бежевый. Антон, эти лучше смотрятся, да? Ну, на них ремень надо. Ну, ремень, конечно, в денем. Да, ремней светлых в компании Фаберлик мужских нету. Пока в черном походишь. А там, где светленький на глаз упадет, там и купим. В каком магазине будем. Вот, джинсовку вы уже знаете. Я ее уже вам озвучивала. Тоже размер 56, через черточку 58. Отличный комплект. Честно сказать, Антон ее не хотел. Но посмотрите, как клево. Похвалите его, пожалуйста. Мне очень нравится. Вообще круто. Ну, и смотрите, мы еще подзаказали одну футболку трикотажную. Цвет белый. Размер 54. 100% хлопок. Артикул 528. 0.51. Обычная, Антон, вот тут у тебя сбоку есть бирка с другой стороны. Вот покажи не бирку, а вот степень просвечиваемости по бирке. То есть вот так вот она просвечивает. Но ни грудь, ни волосы, ничего как бы не просвечивает. Чисто вот, посмотрите, если что-то под нее одевать. Но обычно мужчины носят на голое тело. То вот степень просвечиваемости, я думаю, вам нужно знать. Вот такая вот красота. Ребят, мне очень нравится. Антон, ну скажи, понравилось ли тебе? Ну я прям своего мужчину через силу надела. Это, наверное, впервые в жизни. Я его уговорила этот комплект оставить, потому что он правда крутой. Вот реально крутой. А он, а он ужасит. Да, капризничает. Прям вот хочу показать его, ваши комментарии ему, для того, чтобы вот он уже поверил хотя бы вам. Ну пусть не мне. Мне реально нравится, ему этот цвет очень идет. И еще перезаказали белые штаны, наверное, на размер меньше. А в комплекте со штанами еще вот такая вот пуговка получается с гвоздиком. Да, то есть вот прям гвоздик, видите? Вот, то есть вкладывается запасное, мало ли что. Так, смотрите, ребят, брюки с джинсовой тканью для мужчин. Артикул 529-115. Тоже перезаказали на 40-42. 98 хлопок, 2% эластан. Отличные брюки. Мне все понравилось. Ну тоже, наверное, с ремнем, да, Антон? Ну да. Вот. Ну что, носи с удовольствием. На отдых вечерний готовы. Шикарно, просто шикарно в белом. Мне нравится. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Рады снимать для вас обзоры новинок. Практически всех, кроме лаков, наверное, для ногтей. С вами была Комнова Аня. Шишкина Екатерина в этом ролике. Кононов Антон в главной роли. Вот. Ну все. До встречи с вами в новых видео. И обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно, не забывайте это видео. Вы можете послать своей команде. Пусть команда посмотрит и тоже захотит совершить такие вот классные, шикарные покупки. Действительно, коллекция бурматиков меня в этом каталоге очень понравилась. На возврат было всего лишь две вещи. Синяя кофта и что-то еще, да, Антон? Жилет по-моему. А, жилет. Антону был коротковат жилет. Папа себе жилет оставил, а Антон отправил на возврат. Он ему реально короткий. Супер. Просто супер коллекция.